Важная сфера деятельности Министерства – противодействие правонарушениям со стороны иностранных граждан, контроль за соблюдением миграционного законодательства. При председателе правительства проведены две стратегические сети, где определены концептуальные подходы к решению проблемных вопросов. Одним из результатов стал комплексный план мероприятия по реализации концепции государственной миграционной политики в текущем и следующих годах. В совместность Минцифры запущен ряд инновационных проектов. Началась разработка цифрового профиля иностранного гражданина. Он подразумевает регистрацию в информационной системе еще до въезда в Российскую Федерацию. Усилен контроль за прохождением процедур обязательной дактилоскопии и фотографирования. Массив собранных данных пополнился еще двумя миллионами образцов. Их использование на базе современных ресурсов позволило раскрыть практически 2,5 тысячи преступлений, совершенных гражданами других государств. Во взаимодействии с правительством Москвы Федеральной службы безопасности Минцифры готовятся к реализации эксперимент по сбору биометрических сведений в московских аэровокзалах. Принимались меры по удалению лиц, нелегально находящихся на территории страны. Выдворено и депортировано почти 110 тысяч таких нарушителей. Это на 65% больше, чем годом ранее. Вынесено 35 тысяч решений о сокращении срока временного пребывания. На 90% увеличилось число выявленных полицией фактов организации незаконной миграции. Что касается противоправного поведения приезжих, здесь позиции принципиальные. Они обязаны четко знать, что в России надо соблюдать законы, учитывать наши культурные и нравственные ценности. В целом, по итогам года зафиксировано снижение количества совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств на 18%, краш на 14%, грабежей на 32%, разбоев на 22%. Не остались без внимания вопросы обеспечения законопослушного поведения натурализированных лиц. В прошлом году в новой редакции вышел федеральный закон о гражданстве Российской Федерации. Им закреплены основания его прекращения для совершивших определенные виды преступлений, либо создающих угрозу национальной безопасности. Тем же нормативным актом урегулированы вопросы приобретения гражданства, упрощены процедуры для отдельных категорий, прежде всего для тех, кто осознает российскую идентичность и готов связать свою судьбу с нашей страной. Это особенно важно в условиях сложной геополитической обстановки. С 1 января текущего года введен институт репатриации. Соотечественники, проживающие за рубежом, в рамках госпрограммы получили право переселиться в любой субъект без согласования с соответствующим уполномоченным органам. Совершенствуем механизмы предоставления государственных услуг населению. Стараемся делать их максимально доступными. В 2023 году в органы внутренних дел поступило более 96 миллионов таких заявлений. Для удобства были обновлены интерактивные формы наиболее востребованных госуслуг, включая выдачу российских паспортов и получение адресно-справочной информации. На едином портале созданы 4 новых сервиса, один из которых предусматривает подачу обращения о нежелании состоять в гражданстве Украины. Будем дальше упрощать соответствующие процедуры, сокращать сроки оказания наших госуслуг. Организуем эту работу с учетом параметров, озвученных в рамках вашего Владимира Владимировича послания Федеральному собранию. В числе основных...